Как прочувствовать эту тонкую грань между мягкой осенью с высокой контрастностью и тёмной осенью, которая... Так, между мягкой осенью... Ну, да-да-да. Мы... Ну, во-первых, мягкая осень – это контрастность выше среднего. Если в таблицах я даю зазор, это лишь для того, чтобы был вот этот вот, ну, как сказать, диапазон. Но мягкая осень – контрастности выше среднего. Не надо притягивать высокую контрастность 9-10. Десятку вы с девяткой вот такую полноценную всё равно не встретите. То есть даже вот уже в принципе по таким вот нюансам, если только она себя сама не усилила, да, вот через брови и через окрашивание волос. Так, обе хорошо реагируют на глубину. Можно ли опираться на плотность кожи? Ну, фактически это вопрос о сравнении мягкой осени и тёмной осени. Чуть выше мы его очень хорошо обсудили. Так, ключевые оттенки в этих случаях будут почти одинаковыми. Ключевые оттенки тёмной осени и мягкой осени. Будут ли они одинаковыми? Дорогие мои, вот давайте на этот вопрос ответим. Не будут одинаковыми. То есть ответ на вопрос простой. Ключевые оттенки одинаковыми не будут. Сейчас нету под рукой... Сейчас я посмотрю, если была у меня тёмная осень где-то. Причём, смотрите, есть оттенки, которые будут похожи и будут как бы зависать между характеристиками. Возможно такое? Возможно, да? Если там есть и глубина, и мягкость, но глубины чуть больше. Будут какие-то оттенки, которые будут пытаться и вашим, и нашим. Но в целом мы очень отчётливо видим, что больше глубины здесь, да? И больше мягкости здесь. Слева более мягкие. Две ложки серого положили, да? Справа более тёмные. Две ложки чёрного. И здесь как раз вспоминается, да? Вот сейчас этот момент я уже ввожу, оговариваю. Пока писалась тёмная осень, ещё мы это правило формулировали. Мы буквально недавно с шестым потоком как раз обсуждали температуру. И просто это правило озвучим для всех, да? Если у нас колорит имеет, не если, а он имеет определённую температуру, да? То приоритетными из ключевых будут те, которые соответствуют его природной температуре, да? И то есть мы здесь можем их выделить. Далее. Если колорит стремится к смешанной температуре, чем ближе он к ней подходит, тем больше где-то в конце очереди могут оказаться и нейтральные, и в том числе и, так сказать, более смешанные оттенки, да? Если колорит отчётливо холодный или, ну, доминантный холод, доминантное тепло, такие как чистое лето, светлая зима, там и так далее, то по ним очевидно, да, что мы будем ключевые включать строго соответствующие по температуре цвета. Понятен ли этот момент, да? То, что мы ключевые можем и в идеале должны проранжировать по степени идеальности. То есть чем ближе оттенок, да, вот такой чёрно-коричневый, допустим, да, почти эталонный для тёмной осени. То есть мы видим, на него лицо реагирует прям наиболее выразительно. И далее оттенки мы можем поставить по убывающей. И увидеть это в реакции очень легко.